Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи карты и компаса должны пройти определенный маршрут. Специалисты знают, найти подходящую местность для проведения соревнований бывает непросто. Выборгский район с его неповторимым ландшафтом как нельзя лучше подходит для проведения подобных мероприятий. Привлекает то, что очень уникальная местность. Уникальная местность, такой местности, пожалуй, в России нет. Она сложная, очень сложная техническая, много скальных и каменных выходов, чего нет дальше в глубине центральной или предуральной, зауральной части России. Более полутора тысяч человек приехали покорять Выборгскую землю. Большая часть составили любители. Вместе с ними на трассу вышли и мастера спорта международного класса. Соревнования проводились по группам в зависимости от пола и возраста участников. А чтобы никто из них не мог, что называется, срезать трассу, каждого снабдили электронным чипом. Электронный чип – это для того, чтобы в момент старта у них у каждого присвоена своя минута стартовая. И они по лесу пробегают, берут, находят в определенном порядке и проходят дистанцию, на которой стоят контрольные пункты с электронными станциями, где они отмечаются. Михаил Малышев добавил, данная система также позволяет отслеживать местонахождение участников соревнований в сети интернет в режиме онлайн. А значит, потеряться в лесу просто невозможно. На протяжении четырех дней спортсмены преодолевали лесные массивы с большим количеством камней, болот и скал. Но, как признали сами участники, основным препятствием была изнуряющая жара. И даже тень от деревьев не спасала от лучей палящего солнца. К счастью, обошлось, что называется, без потерь. И все ориентировщики благополучно преодолели финишную черту. Итоги соревнований подводились по 40 группам, в их числе юниоры и ветераны. Но главной, по мнению судей, считается 21-я. В нее входят лучшие спортсмены мирового класса. По результатам чемпионата победителями в так называемой элитной группе стали супруги Юрий Тамбасов и Маргарита Молоткова. Кстати, оба являются неоднократными призерами российских и международных соревнований. Эти соревнования мне очень понравились. То есть я думал, уровень будет немного ниже. На самом деле получилось все очень хорошо. Особенно для элитных групп. То есть длинные дистанции подходящие. Сложность очень хорошая. То есть местность организаторы выбрали отменную. Для детей и для ветеранов, на мой взгляд, дистанции были чуть-чуть длинноваты. Я практически каждый год выступаю на этих соревнованиях. Мне тут интересно, нравится очень интересная местность для ориентировщиков. Вообще были дистанции довольно-таки сложные даже для элитных групп. Плюс еще погода делала свое. Из-за такой жары было очень сложно. Особенно в конце дистанции это все воспринимать. Тут же надо не только бежать, но нужно еще и головой думать, понимать, куда ты бежишь. После соревнований за кубок Карельского перешейка пара отправилась на чемпионат мира по спортивному ориентированию в Финляндию. Там супруги будут защищать честь Республики Беларусь и Российской Федерации. Владимир Кочетков, Валерий Пресижнюк, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город».